На водоемах области только началось ледообразование, однако рыбаки уже спешат на первый лед, а дети стремятся поиграть на покрытых льдом водоемах. Такое пренебрежение и игнорирование правил безопасности на водоемах в период ледостава нередко становится причиной трагедии. Следует помнить, продолжительность ледостава на водоемах не одинакова. Прочность первого льда также различна. Пруды, озера и болота лед скоют по всей поверхности раньше, чем реки с быстрым течением, так как оно заторможает ледообразование. На крупных водоемах лед появляется прежде всего у берега, а с усилением морозов вся акватория покрывается зеркальной гладью. Нельзя забывать, что на середине реки лед всегда тоньше. Здесь могут быть промоены. Лед становится прочным только после двух-трех недель непрерывных морозов. Но даже при кратковременной оттепели лед теряет прочность, становится рыхлым и пористым, и не выдерживает чажести человека. Относительно безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Если человек провалился под лед, взрослому человеку достаточно провести 5 минут в ледяной воде, и все может закончиться плачевно. Для детей это время еще меньше. С появлением первого ледового покрова на водоемах, выход на лед запрещается. Несоблюдение правил безопасности на водоемах в период ледостава опасен для жизни. Будьте внимательны.